Готов ли честно отвечать на все вопросы? Да Ты свободен? Я свободен Сколько тебе лет? 21 Какой ты национальности? Нахчеванец Кем работаешь? Я учусь В какой школе учился? В 89-й Школьное прозвище? Ига Тебя когда-нибудь унижали? Нет, никогда не унижали И не смогут унизить Твоя первая любовь? Настя, это дочка нашей классной руководительницы Ты националист? Нет, нету разницы Какая разница, кто, какой национальности Главное, чтобы были верующими Служил? Нет еще, я же учусь Веришь в гороскопы? Нет А в Бога? Конечно А в инопланетян? Ну, их я не видел, отрицать не могу Так что, скорее всего, да, чем нет Ходил к экстрасенсам? Нет, я к этим шарлатанам не имею никакого отношения Ты суеверный? Я только в хорошее суеверие верю Ты сам себя обеспечиваешь? Нет Сколько тратишь денег в месяц? Ну, в принципе, вот эти расходы я сам могу покрыть 300 баксов где-то Сколько зарабатываешь? Ну, в среднем, минимум Возьмем минимум, 500 баксов возьмем Много пожертвований от подписчиков? На стримах вот за этот месяц конкретно было 7 тысяч рублей И еще на PayMe клик закинули где-то баксов 100 Ну, получается 200 баксов Спасибо Ты рос в полноценной семье? Да, но у меня папа вообще такой вот человек Он всегда в командировках Ну, он был жестким пацаном, поэтому я считаю, да, полноценный Ходил к проституткам? Да нет, я до сих пор никому не хожу, я один Ты из богатой семьи? Обычно среднего, скажем, не бедолаги мы, короче Этот участок ваш? Ну, наш Самый дорогой подарок от девушки? Подушка Самый дорогой подарок, который ты делал девушке? Ну, это была не моя девушка, я как бы анонимно к ней, так сказать, этот катил А мне нравилось В Москве я ей подарил кольцо, короче, и сережки за 400 баксов Какой у тебя телефон? У меня айфон, десятый У тебя есть машина? Не, у меня мамин с паркой Бати Малибу Когда в последний раз дрался? Две недели назад, когда меня пихали в мать из менты, короче Воровал? По мелочи было, в интернет-клуб ходил, денег не было, у мамы из кошелька воровал Ну, мороженое на районе воровал, я такой вор еще в законе, без татуировок, правда, без звезд Тебя справедливо арестовали? Я считаю, нет, потому что мент не считается оскорблением, так же считает Даль, Ефремова и Ожегов Так что, ну, это бог им судья, и, как говорится, мне тоже только бог судья, он лигодкин джадьмин Ту-ду-ду-ду-ду-ду-ду-пак Тебя заставили извиниться? Ну, я их спросил, вас-то оскорбило, они сказали, да, я сказал, если я оскорбил, то извините, мне вообще не западло извиняться перед человеком Значит, это было искренне? Да, если искренне это дело, я искренне извинился Коротко расскажи о процессе и о пребывании в тюрьме Ну, первый день у меня был, первый вечер был нормальный, потом меня в одиночку закрыли, и все Я 7 дней читал книгу этого, Роберта Киасаки, потом читал «Порт Артур» И иногда в окно поглядывал, как там ребята играли в баскетбол с поровным мячом Получается, закидывают в корзинку, он падает, они бегут за ним, короче, вот так и играли, пацаны Наблюдал стрим, короче, онлайн-стрим Ты всегда во всем прав? Нет, нет таких людей идеальных, всегда когда-то ты бываешь неправ Ну, со стороны виднее, как говорится, но я всегда считаю себя правым, конечно Но потом со стороны вижу, что я бываю неправ, да В чем ты неправ? Я вот когда оскорбляю взрослых людей, как-то с ними таранюсь чисто для контента Это неправильно, но когда я в Раше, я этого не понимаю И бывает с родителями, пререкаюсь, да Ты хейтер? Не, я по факту всегда, я этот критик, объективный, очень Кого и почему ты унижал? Ауешников всяких, потому что они никакого отношения к криминальному миру не имеют Девушек, которые ведут себя недостойно Инстасамок, которые говорят, эй, сейчас 21 век, я могу себя так вести Ну и всяких там трансов, педиков, весь мусор я их называю, зачем их перечислять Есть 4 буквы ЛГБТ, вот, это, это вот конкретно мой контент На основании чего ты делаешь свои выводы? У меня есть стопроцентный источник, источники, о которых мои хейтеры даже не додумываются Они мне на ушко шепчут мои гонзавры Ну, гонзалята тоже бывают, скидывают контент Вот Ты считаешь себя идеальным? Нет, идеальных людей не существует Мы все грешные Какие у тебя есть комплексы? У меня нет комплексов, я уверен в себе За что-нибудь стыдно? Стыдно бывает, да, вот за то, что я матом могу там девушку обозвать, там родителя оскорбить Да, вот за это стыдно Ты учишь людей жизни? Нет, я максимум могу ссылаться на людей, которые учили людей жизни, но свое я ничего не придумываю Самосуд, это правильно? Самосуд, нет, но то, что мы делаем, я думаю, это не самосуд больше, а призыв опомниться Но я никого не призываю идти и что-то исполнять Чисто в нете потроллили Если человек одумается, одумается, нет, это его проблемы Носишь ли ты с собой оружие? Нет, я всегда как мужик с чистыми руками хожу вот этими пальчиками максимум, ручками Есть ли у тебя пистолет или что-то еще огнестрельное? Нет, огнестрельного ничего нету было, как раньше, там, пневматы, шмематы Но мы ими не пользуемся, так что-то вот во дворе пострелять У тебя есть ножевые или огнестрельные ранения? Я могу людям сказать, что вот это ножевое, но это на самом деле растяжка Но своим детям я буду говорить, что ножевое, вот такой вот я гангстер Но меня хотели один раз пару раз даже пырнуть, но не получилось Я такой, агилити, короче, на максималках, я гермес Убивал животных, ходил на охоту? На охоту ни разу не ходил, животных не убивал Сейчас гримписовцы еще докопаются после этого интервью, да? Ты ЧСВшник? Нет, я вообще считаю, что я вообще никто У меня просто хорошая поддержка У меня много людей, у которых такое же мнение, как у меня У меня много единомышленников, вот Я просто представляю их интерес В чем твоя неповторимая особенность? Я не ношу маски И во время карантина, и до этого не носил Да, это во всех смыслах слова В чем ты лучше остальных? В Узбекистане конкретно насчет рэпа, думаю, нет конкурентов Да, ну, есть достойные, но конкурентов нету Твое отношение к правоохранительным органам? Они делают свое дело, их понять можно Солдат выполняет свою работу Я вообще из-за этого не понял даже, как они могут сказать, что я оскорбил сотрудника Никогда в жизни сотрудника не оскорблял До сих пор берешь деньги у родителей? Да, 200 тысяч в неделю мне дают, чтобы я до университета доехал, там, покушал, туда-сюда Потому что они меня заставляют в университет ходить Я не хочу туда ходить Если бы я не ходил в университет, я бы не брал с них деньги Тебя били в детстве родители? Папа, да Мама даже иногда я ее выводил, бабушка Да что в детстве, мне недавно они ее, они меня всегда бьют Это, я считаю, правильным воспитанием, потому что по-другому человек не понимает Сколько девушек у тебя было? Ну, прям девушек, ноль, не было Насколько ты ревнивый? Я считаю, что на все сто, потому что неревнивый мужик не зайдет в рай, не войдет он, его выпнут оттуда Как относишься к изменам? Я считаю, что изменяют люди либо бедные, либо вот с комплексами, да Потому что у меня лично, мне раз жена четыре жены, зачем мне изменять это официально? Поэтому вот такая вот идеология, ребятки Плакал из-за девушки? Нет, из-за девушки не плакал Вот когда у Симбы отца убили, вот тогда я плакал, реально, да Хатико, могу поплакать, короче Когда в последний раз плакал? Вот когда мы намаз ночью делаем, иногда бывает, когда я перевод сур понимаю, вот иногда бывает такое откровение, да, плачу А так, вот в последний раз и было, да Ел свинину? Нет На что ты не готов ради близких? На что? Ну я на первом месте религии, на втором месте семья, есть только в перекос религии семья говорить, что я не готов Мечтаешь попасть в рай? Да, это моя единственная цель, я думаю Девственность девушки имеет значение? Я думаю, что имеет значение, но если она была в замужестве с кем-то до этого официально, то не имеет Но если она, грубо говоря, была блядью, то это, конечно, показывает ее отношение вообще, кто она по жизни Ты националист? Нет, нету разницы между арабом и неарабом, между черным и белым Главное, какой человек, в каждой нации есть твари, есть и нормальные пацаны Жена должна быть азербайджанкой? Я так не считаю, по моей идеологии Но отец сказал, что будет азербайджанка, значит, скорее всего, это будет азербайджанка, да, потому что родителям перечти, а не смею Смог бы жениться на девушке с ребенком? Да, я бы даже взял бы такую Главное, чтобы у нее символ не китайца, то вообще люди не поймут Поднимал руку на девушку? Я до девятого класса, ну, вот если взять моих врагов, оппонентов, это больше 50% были девочки Я был маленький и с ними выстегивался, тренировался, оттачивал свои боевые умения, короче Что будет запрещено твоей жене? Я думаю, Инстаграм иметь открытый профиль, да, вот, вообще быть очень скромной Ей будет запрещено быть нескромной Она должна жить по шариату? Да, она должна жить по шариату, 100% Подкатываешь в Инстаграм и в Фейсбук? Нет, я когда в Инстаграме пишу кому-нибудь, они думают, что я хочу пранкануть их как-нибудь Все, у меня запятнали, короче, мое имя Поэтому даже не получится, я и не пытался, если честно А в жизни? В жизни могу поприколучиться, подкатить, ну, знать, да, что у меня еще порох есть в пороховницах Так, чисто галочку себе поставят, и альфа, короче, гонзер, все нормально Часто тебя отшивают? Ну, если они меня знают, кто это, то отшивают А если нормально, адекватной девушки, нет, я думаю, у меня с чувствами его все нормально Смотришь порно? Сейчас нет, раньше, конечно, смотрел Дрочишь? Не, ну, я, короче, этот, получается, как было, я к урологу пошел, у меня проблемы были Мне врач сказал, тебе это гиперактивный, надо три раза в неделю Так что в медицинских целях было дело А потом, когда я вылечился, ну, походу, жениться мне надо, короче, по-любому, да? А так вот, чтобы прям для кайфа не было такого, серьезно говорю Нет, нет, когда я ребенком был, а сейчас уже нет такого Что вот у меня девушки нету, пойду в драчную, не-не-не Перечислили ваши семейные предприятия Ну, получается, у нас бизнес первый, это вот сейчас в приоритете ферма, да Вот так, у нас есть фабрика, текстильная, текстильная фабрика Потом холодильник есть промышленный Ну, вот это основные и главные предприятия, я считаю Самые странные места твоей работы? Ну, когда я в Москве учился, получается, да, в МГИМО Я в Одинцово жил, и мне надо было до Москвы доезжать каждую субботу Потому что текстильная фабрика была, и я там трусами торговал на базаре, короче Огромный автовый базар, короче, абусахи, грубо говоря У меня были точки, еще плюс нам с азербайджанцами надо было общаться Я еще азербайджанский плохо знал, и вот там на базаре, в этой тьме, короче, я работала Бабки заработал Откуда стартовый капитал у вашей семьи? Я, ну, как папа мне рассказывал, вообще, да Я тоже на торговле первый капитал поднял А они в 90-х годах, когда был, так сказать, рынок ненасыщен Вообще товар не одним, был кризис Они торговлей занимались, в Туркменистане возили товар, текстиль возили Много чего делали, ну, торговля, я считаю Есть ли плагиат в твоем творчестве? Нет, плагиаты есть, отсылки, я этого не скрываю В каждом треке есть отсылки, и в тексте, если вы почитаете Genius.com, там есть это, да Употребляешь что-нибудь для вдохновения? Не, я всегда трезвый, я даже в онлайне на стримах веду, как я пишу текста Но надо вдохновиться чем-нибудь, каким-нибудь событием А так просто тоже тяжело писать Но ничего не употребляю для этого Ты свободен в творчестве? Полностью, у меня нет никаких лейблов, я self-made, что хочу, то и делаю Парень должен платить за девушку? У всех свои правила, но я считаю, что скорее да, чем нет Потому что мужчина все-таки кормилец и так далее Но за жену точно обязан, а за бабу можешь не платить, если захочешь У тебя будет пышная свадьба? Я думаю, что все будет по культуре, как у нас любят 200 родственников Но я сам этого не хочу, я бы взял жену, пару братьев и поехали кайфовать куда-нибудь Вот реально Веришь в дружбу между парнем и девушкой? Если девушка не нравится парню, хотя он ей воспользоваться может потом Вообще нет, больше нет, чем да У тебя есть подруги? Нет, у меня подруг нету Максимум это там жена брата, девушка брата Которых у нас не может быть отношений, короче Как относишься к лесбиянкам? Ну лесбиянки, я думаю, как сказал бы Лукашенко, это наш минус мужиков Что мы позволили им существовать, так как мужиков нет, им надо что-то делать А геев? Геев надо убивать, истреблять, я против конкретно Я не гомофоб, но считаю, если при мне не сосутся, пусть там где-то существует Если на моих глазах они это сделают, я вскрою их реально У тебя есть друзья или знакомые другой ориентации? Нет, я бы кокнул лично в Гонзамас загрузил Твои композиции это искусство или коммерция? Какая коммерция? У нас в Узбекистане все в Телеграме бесплатно слушают мне там 200-300 долларов за год набирать Конечно искусство, от души все делают Почему они на английском? Потому что я слушаю только нигеров, роз на тупаке Как я буду колян рэп какой-нибудь сочинять? Как я тебя люблю, если у меня всю жизнь в колонках Нига, нига, кюра, нига Рэперы из Узбекистана, которых ты слушаешь? Ну, я вообще не слушаю, если моих людей брать, с которыми я работаю Там Араб, Нико Это пацаны нормально Ислас, да, есть талантливые Но очень мало ребят Три худших рэпера Узбекистана? Диджей Грин какой-нибудь Это вот на ютубе, на узбекском там батл, версус батл делают всякие И вот этот на Джастин Биберу с Узбекистаном Я их ники даже не знаю, уроды всякие Худшие считаю Писал стики о любви к девушке? Нет, я научился получше Я брал стих из гугла, перефразировал ее и отправлял, короче, чтобы не нашли его Умеешь готовить? Нет, только яичницу умею Брил или бреешь ноги? Вообще для Кавказца это, по-моему, унижение Ну, только бодибилдеры этим занимаются Я вообще не знаю Настоящий мужчина должен быть с бородой, с волосами, понимаете? Борода точно, это 100%, а ноги это уже... Не-не-не Носишь женскую одежду или носил? Нет, даже когда день наоборот был, я считаю, это неправильно Вообще, если мужчина косит под женщину, он уже, наверное, на шагов 20 ближе к Аду Это конченым надо быть трансом Пользовался косметикой? В детстве, да, было У бабушки заходил в комнату, как Джокер разукрашивался, как Маска разукрашивался А, нет, стой, я еще клипы, когда снимаю, бывает, тоналку сделаю, чтобы... У меня не такая крутая камера, чтобы ретушь накладывать Все девушки любят бабки? Девушки точно любят бабки, это 100% Готов ли обманным путем зарабатывать ради будущих своих детей? Обманывать обманщика можно, но если человек заработал своим трудом, работяга, и ты его кидаешь, я считаю, это нет С грязью по грязь, ну, как с волками по волчью выйти туда-сюда Даешь деньги в долг? Это мое прозвище, Гонза, ну, я копилка, короче, в лице своих всех братьев, друзей, вот, всем даю, да Сколько должны тебе? Я бы сказал, это оборотный долг, как называют его мои братья, ну, где-то 6 тысяч, если не братьев братьев, ну, тысячи две, может, тысячи две, да, тысячи две вот Ты должен быть правильным? Я должен стараться, да, потому что я пример для Гонзаля, для Гонзавров, да Ты настоящий в творчестве? Ну, true, да, да, конечно, 100% Ты красивый? Ну, чисто объективно брать, да, вот, там, на файза похож, там, ну, многие говорят, что симпатичный, я тоже так считаю Любимое матершинное слово? Я считаю, вот, русский мат, это вообще корень, вот, без русского мата русский бы не был русским, а так, мой именно, вот, именно, я люблю материться узбекско-русскими словами, типа, ну, долбой, джалла, тапочка джалла, пиздец джалла Короче, джалла, это точно любимое слово, вот Часто врешь? Я вообще никогда не вру, я всегда прямолинейный Что значит твой ник? Первое значение, как я задумывал, это Гонзо, сумасшедший, потому что крэйзи было бы слишком просто А второе уже, Гонзо, это, как меня начали называть, я посмотрел, это субъективная журналистика, порнография субъективная, ну, короче, субъективная Поэтому, больше я Гонзо, чем Гонзо, но раз уж Гонзо говорят, то Гонзо тоже пойдет Смилый рай и в шалаше? 100%, конечно Давал взятку? Я никогда взятку не даю, потому что это харам, естественно И меня всегда на шараплощадку за это забирают, я контент пилю таким образом Насколько ты оцениваешь себя в сексе от 1 до 10? У меня еще не было секса, но я думаю, я еще тот зверь, короче Надо у моей ладошки спросить, нормально, у нее мозоли на ней служат Как можно девушке познакомиться с тобой? Если серьезное намерение, конечно, нужно написать мне, наверное, в директе или лучше, через родителей, наверное, да И у нее в био должен быть азербайджанский флаг, написано имя ее отца, матери, короче, номер телефона, всю подноготную Употреблял наркотики? Один раз было, в седьмом-шестом классе мы шли, а на шу сорвали, прямо на улице дикушку какую-то закурили Ну, она ни хрена не вставила, и все, больше после этого наркоты никакого не было Употребляешь алкоголь? Нет Почему? Как сказал бы Хабиб, because You can't say assalamu alaykum и поздравлять его с виски, да? А нет, потому что харам это, что делать? Сколько раз молишься в день? Стараюсь пять, но бывает больше Играешь в игры? Да, у нас команда, Gonzo Gaming, Counter Strike, GTA, Dota Ну, больше Dota любил, честно говоря Почему ты занимаешься музыкой, если это харам? Потому что это единственная страсть, от которой я пока не могу отказаться Я уже бросил и курить кальян Ну, и еще плюс, есть много чего мне надо бросить Потому что я считаю, музыка не прям такой, прям, ну, как бы, главный мой грех Главный грех материться, перестать, уважать родителей Много от чего надо отказаться по сравнению музыки Но это страсть, я считаю, да Самый обидный комментарий? Ну вот, могу сказать, что мне говорят, музыка харам, ты мусульманин Вот самый обидный Но мне плевать, я и так это понимаю, не знаю, зачем они это говорят На каком языке думаешь? В основном на русском Иногда на английский переключаюсь, когда я себя прям гангстера строю Прям, эээ, ниггл, what's up, what's up Там начинается Платишь за друзей? Да нет, мы за копейку каждую убьем, когда счет оплачиваем Там официанты отходят, чтобы его не задели, бля Все мужики козлы? Ну, если ты про наших козочек, то да А если про козлов, типа, в плохом смысле, нет, конечно Это от бабы зависит, как он к ней относится Ты сплетник? Сплетник? Ну, я не сплетник, я считаю, потому что я все в лицо говорю Конкретно, по факту А сплетник это кто недостоверную информацию за спиной опускает Да, да Что бы ты хотел сказать своим хейтерам? Я хотел сказать хейтерам, пацаны, я и так знаю, что музыка харам, успокойтесь Проверялся на ВИЧ? Да, я когда в университет поступал, там ВИЧ, спит, все надо сдавать Измерял свое достоинство? В школе было, да, было дело Э, пацаны, по кайфу, что делаю здесь Размер имеет значение? Мне пока никто не пихал, бля У девочек надо спросить, я думаю, больше не у каждого замка свой ключ к ребятке Это по биологии нам говорили Ты принц? Я Гонзо, шейх